Как бороться с подземными мутантами? Я надеюсь, что я здесь не сажусь сейчас. Здравствуйте, друзья! Приветствую случайных зрителей нашего канала. Сегодня у нас будет очень важное видео. Меняйся или сдох. Мы живем год в Таиланде. Сначала были в Паттайе, а сейчас на острове Самуи. И за это время у нас были некоторые трудности или некоторые проблемы. И вообще сталкивались с некоторыми такими случаями, от которых, я надеюсь, могу предостеречь вас. В предвкушении, что же будет дальше? Первое. Это школа. Мне отказали в визе, в студенческой визе. Многие рассказывают о том, что готовьте документы за две недели перед поездкой в Малайзию, либо в Лаос на подачу в консульство. Но... В школу я пришла больше, чем за месяц. Из-за этого мне пришлось сделать даже два бордера. Я ездила в Малайзию с острова Самуи вместе с ребенком. Что такое бордер? Это когда ты доезжаешь до границы, ставишь штамп, возвращаешься обратно в страну, и у тебя есть свободные 30 дней, которые ты можешь жить в Таиланде. Ну, в общем, за школу мне пришлось так ездить два раза, так как ни разу не были готовы документы. Товесть-то должна быть хоть какая-то! И что получилось через месяц? Мы взяли всю эту кипу документов и поехали в Малайзию. Но одной бумажки не хватало. И школа сказала, не переживайте, мы вам отправим на почту эту бумагу, вы спокойно в Лаосе распечатаете. Мы в Лаос в этот момент поехали. И спокойно подадите документам. Мы такие, окей, замечательно. На цветном принтере, в Лаосе. Мы распечатываем этот документ, приходим в консульство на подачу, показываем документы, а нам говорят, извините, нет, нам нужен только оригинал. И когда мы находились в консульстве, мы увидели, что мы не одни такие, еще, я не знаю, какой страны, гражданин, англоязычный он точно, его точно так же развернули и сказали, извините, у вас точно так же копия, и поэтому мы вам отказываем с подачи документов. Он просто развернулся и ушел. Мне пришлось сделать визу 2 плюс 1. Смотрите и судите сами. Совпадение или нет? Второй момент. Когда мы впервые решили посетить Таиланд, мы полетели в ПТЮ, обратившись в турагентство. Мы заселились, конечно, в ужасный номер. Тоже момент такой. Нас поселили на второй этаж, хотели поселить. Мы посмотрели, насколько там все плохо пахнет и насколько все ужасно. Буквально немножко доплатили, и нас переселили на три этажа выше. Мы уже жили не на втором, а на пятом этаже. И вот там было замечательно. Так что имейте в виду, так делать можно. Ученые назвали это естественным отбором. И сразу же к нам обращается гид и говорит о том, что я тот человек, который вам нужен точно. Я вам расскажу, какие экскурсии вам надо посетить. У нас есть даже бесплатные экскурсии, имейте в виду. Мы так послушали-послушали все это дело. Ну ладно, попробуем. Съездим-ка мы на Мадагаскар. Это пенная вечеринка. Плаваешь на остров Обезьян. Еще на какой-то там красивый остров. В общем, ладно. Эта экскурсия еще нам повезло. Фил, кажется, быстрее. А теперь поворот. Гид предложил нам бесплатную экскурсию. И мы поехали наворачивать круги по Паттайе. Сначала поехали в аптеки. Смотрели на все эти мази, которые продают втридорога, скажем так. И крокодиловые изделия. Пушельки, ремни и так далее. Сумхи. Катали нас, катали. Катали нас, катали. И я спрашиваю у гида, которая реально в прямом смысле этого слова сбежала от меня. Скажем так, когда мы были в отеле, нам предложил эту экскурсию один человек, а повез на эту экскурсию нас другой человек. Это уже была женщина, которая бегала, как только могла от меня, когда поняла, что я от нее что-то хочу. Но я ее нашла. И говорю, скажите, пожалуйста, когда же мы приедем на того самого наскального будду, куда мы изначально выехали с дом? И мы уже к тому времени убили 4 часа на эту экскурсию. Оказалось, что нас повезут там еще куда-то, еще куда-то. И только потом мы поедем к этому наскальному будде за город. Привет! Привет! А я еще вчера почувствовал не то что-то. И оказалось, что нас будут еще таскать по всяким разным, я не знаю, еще очередным аптекам, еще по каким-то магазинам, и только на полчаса нас бы отвезли к этому наскальному будде. Слава богу, что мы просто собрали монатки и убежали оттуда. Имейте в виду, в этом случае вас будут еще отговаривать, будут очень просить остаться, потому что их сильно ругают за то, что туристы вот так вот берут и уходят с экскурсии даже вот в середине. Гиды получают определенный процент с продаж, поэтому им это невыгодно. Эля! Дичь! Дичь! Третий развод – это цена на фрукты. Зачастую на прилавках цен просто нет. И как поступают тайцы? Они посмотрят на вас и скажут вам персональную цену. Почему нет? Как я выпуталась из этой ситуации. Лайфхак. Я, во-первых, знаю цены теперь на фрукты, сколько должно стоить там манго, маракуйя, мангустины. Выучила их и выучила тайский счет. Достаточно выучить просто до 100 цифр. И вам это уже очень хорошо поможет. И теперь, когда я подхожу к прилавку, я говорю, что я куплю этот ананас за 20 бат. Я говорю, изи бат. Если тайец хочет мне продать за эту цену, он продает. Если нет, он мне просто откажет, что я пойду куплю в другом месте. Еще был один момент. В Теско Лотосе продаются маленькие машинки Hot Wheels. Наш сын их очень сильно любит. И вот он выбрал одну очень красивую машину. Ценник висел 59 бат. Мы подходим к кассе, и нам говорят 250 бат. Мы смотрим на кассишу, и такие, не-не-не-не, там другая цена была. И вот этот вот крокодильный язык включается, потому что тайцы в основном не знают английского языка. В большинстве своем. Мы ей объясняем, что цена была совсем не такая. Вот так вот там руками, жестами. Она говорит, выше цена или выше? Выше или ниже? Выше или ниже цена? Слава богу, что я цифры знаю. И я ей говорю, Асип Кау Бат. Она была в таком шоке, что прям не ожидала, что я ей просто скажу по-тайски, что 59 это Асип Кау. И она такая раз глаза опустила, отвернулась, что-то ее прям перемкнуло. Позвала она менеджера. И уже менеджер объяснил нам, что там все машинки эти перепутанные. И по акции она стоила 250 бат. По акции. Имейте в виду, здесь хотвилсы дорогие. Еще один такой момент, что очень часто тайцы вообще не говорят по-английски. Или даже по-английски вы стараетесь с ними договориться, или там показываете им на телефоне, договоритесь, например, о проезде. А потом у них там амнезия резко включается. Не надо так. Я посмотрела за последние 5 лет очень много блогеров, которые рассказывают про Таиланд. И я не понимаю, когда даже вот рассказывают про развод туристов или про какие-то моменты, которые связаны с тайцами. Я просто не понимаю людей, чем вообще они апеллируют, когда всех под одну гребенку смахивают. Здесь очень много иммигрантов, очень много филиппинцев, очень много бирманцев, камбоджийцев. Очень много. И зачастую люди здесь разводят, когда на проезд. Однажды мы ехали из Малайзии, и у нас должна была быть цена за проезд одна, а потом уже выборочно они сказали, что сидят в автобусе куча-куча народу, и они говорят, так, с вас еще дополнительно там 80 бат, с вас там 140 бат, с вас еще там 60 бат. Мы что-то не поняли. То есть дополнительно сдирали деньги, когда мы собирались пересечь границу. В честь чего, непонятно. Но у нас уже была цель просто добраться до Малайзии. Это мы в Малайзию ехали. Поэтому мы быстрее им уже отдали эти 140 бат, убежали. Но имейте в виду, что может быть все, что угодно. Еще момент. Вот на днях была история, что мы собирались добраться до Донсака. И договорились с тайцами на одну цену. Но об этом, конечно, еще видео выйдет. Это будет все подробно рассказано в дальнейшем. Ну, вы представляете, мы договорились с ними на одну цену. Они мало того, что посередине дороги нас везли черти сколько, еще посередине дороги нас из тук-тука пересадили в мини-бас и потребовали еще 1000 бат. Мы были в таком шоке, хотя проезд на самом деле стоил 400 бат с человека. То есть мы должны были отдать 800. В конечном итоге мы отдали 1200, если не ошибаюсь. И то, в общем, мы там переплатили всего 300 бат, а они пытались нас развести на 500 бат. Но у нас было до парома слишком мало времени. Уже стемнело, и мы либо оставались на материке ночевать где-то, где непонятно, то есть опять же жилье, ночлежка, то есть это опять же деньги. В общем, это был ужас. Мы начали с ними спорить, доказали все-таки то, что мы им не заплатим 500 бат, но на 300 нас развели. Мы успели на паром буквально там за 7 минут до его отплытия. Что с тук-туками? Я буду рассказывать только про Паттайю и остров Самуи в Паттайе. В принципе, где-то можно заплатить за тук-тук 10 бат, а где-то 20 бат. Но я в основном всегда платила 20 бат и перемещалась от пункта А до пункта Б. Если ты подходишь к тук-туку и начинаешь с ним ля-ля-ля и спрашивать что-то, разговаривать, они зачастую просят 150 бат за проезд. Поэтому просто остановили тук-тук, молча сели, доехали до куда надо, нажали на звоночек, дали 20 бат и вышли. Что же происходит на Самуи? На Самуи так не прокатит. Они зачастую требуют денег больше. Тайцы, когда расплачиваются, они прям прячут свои 20 бат, чтобы фаранги не видели, фаранг это турист, чтобы фаранги не видели, сколько дает она денег водителю. Это у них прям как будто уже в крови. Я даже не знаю, как должны выглядеть мы, чтобы платить за тук-тук на острове Самуи 20 бат. Объяснить этот факт действительно невозможно. Однажды мы пересекали границу из Малайзии в Таиланд. И нам сказали прям вот на границе, что показывайте ваши наличные деньги, 40 тысяч бат. Мы показываем бумаги, выписку из банковского счета, что у нас деньги есть. Они говорят, нет, так не прокатит. Нужны наличные ваши деньги в виде. Иначе нужна взятка. В общем, как этот вопрос решать, я совершенно не знаю, но в русскоязычных группах сообщества ВКонтакте было написано, что теперь взятки на границе не берут. Но это не точно. И последний момент. Как разводят русские русских? Об этом больше всего информации вы можете заметить в интернете, именно в видеороликах. Очень часто люди рассказывают о том, что по аренде жилья, по аренде байков вот самые проблемы у русских именно с русскими. И это точно. Что мы увидели своими глазами? В ПТЕ мы жили в Амазон Кондо. И буквально там за стенкой, за две стенки от нас в номере жили русские люди, которые приехали буквально на месяц, а потом они решили еще продлить дней на пять. И когда они мне сказали, вот так вот на бассейне сидели, загорали, и они мне сказали, сколько они платят за аренду этого Кондо, у меня просто волосы стали дыбом. Они снимали у русской женщины, которая с них такой же номер, как у нас, взяли 26 тысяч бат. Наш же номер стоил 10 тысяч 500 бат. Вы представляете, какая огромная разница и как они стараются развести? Это так было, мне обидно слышать. Люди, когда узнали правду, они были тоже в шоке. Мне, конечно, не очень хотелось их расстраивать, но извините, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Насчет экскурсий, друзья, у нас есть замечательный друг, который живет в ПТЕ и занимается экскурсиями. Он может вам помочь в любом вопросе. Я оставлю ссылку в описании его страничке ВКонтакте. Если у вас есть какие-то вопросы, или вам нужна помощь, или вы хотите куда-то поехать, но не знаете куда, пишите ему, он всегда вам поможет. Вот отсюда, вот сюда, чтобы вот здесь вот хорошо было. У нас есть замечательная женщина, которую я могу вам рекомендовать. У нас даже была такая ситуация, мы заплатили в ПТЕ интернет на полгода вперед. И переезжая на Самуи, мы эти деньги не смогли забрать. И девушка, которая сдавала нам квартиру, русская, она помогла и решила все эти вопросы. Правда, не сразу, она это сделала по возможности, если не ошибаюсь, там через месяц-полтора, но она вернула нам все наши, там, 4000 бат, что-то такое. Так что я на нее могу стопроцентно положиться. Никакого развода с ее стороны не было. Очень приятная девушка. Когда я приехала в Таиланд, у меня были длинные волосы, ну, там, где-то вот такие. И я очень хотела подстричься, потому что здесь жарко, здесь неудобно, и к тайцам обращаться было немножко страшновато. И я начала искать русских парикмахеров в Таиланде. А если бы точнее, сначала в Патайя, ну, а потом еще продолжила искать на самуи, так как я в ПТЕ так ни черта и не сделала. Везде я писала, там, в русских сообществах, парикмахерам спрашивала, кто стрижет, сколько денег и так далее. И они у меня попросили за стрижку с покраской волос 7000 рублей. Я поняла, что я, конечно же, не пойду к русским, и решила пойти к тайцам. Узнала, сколько стоит стрижка, 800 бат, покраска, она там, что-то сказала, бат 200 возьмет, не больше. Ну, в общем, в ПТЕ я не рискнула, думала, ладно, на самуи я это сделаю. Ну, на самуи я начала спрашивать, здесь такая же картина, такие расценки у русских парикмахеров. Да, просто обрубить волосы там от сих до сих пор и покрасить там в один цвет, если повезет, помилирование сделать, 7000 рублей. В итоге я поехала в тайскую парикмахерскую, стрижку, и мелирование мне сделали за 800 бат. Но, вот стрижет этот мужчина отменно, вот прям шикарно. Я ему, уже была у него несколько раз, и каждый раз показывала фотографию, и он мне делал по фотографии ту прическу, которую я хотела. Но, красить он совершенно не умеет, просто это было ужасно, это не мелирование, не колорирование, это черти что, это факт. То есть в один цвет может вас покрасить, но мелироваться, лучше к ним не ходить. И последний момент, это байка. Когда вы снимаете в аренду байк, лучше всего отснять на видео все царапины на шлеме и на байке. Ну, на шлеме, может, это не так важно, но вот на байке обязательно, чтобы к вам не было никаких претензий, когда вы будете его обратно сдавать. Про документы было уже сказано слишком много слов, но если вдруг не знаете, не надо оставлять паспорт, ну, залог, это вполне нормальный депозит, да, а вот документы лучше не оставлять ни права, ни паспорт. В ПТАЕ, когда мы снимали байк, ПСХ 150, старенький, снимали у русского дедушки, ну, в общем, мы планировали шесть месяцев пробыть, но смогли там пробыть четыре, и попросили его вернуть депозит, когда мы байк сдавали, он нам просто отказал, сказал, нет, я вам не верну никаких денег. Там, конечно, ситуация ужасная, я вам оставлю ссылку в описании, если будет интересно, потому что Олег попал в аварию на этом байке буквально на следующий же день, как он нам отказал, это был просто ужас, если кому-то интересно, переходите, смотрите, там все подробно Олег рассказал. Спасибо большое, что посмотрели это видео, подписывайтесь на наш канал, впереди будет очень много интересных видео, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok